В Самару и Стольятти приехали представители 14 семей. Это лишь малая часть инициативной группы. Всего же в Автограде в очереди на получение денежного сертификата в рамках программы «Молодой семье. Доступное жилье» стоят порядка 6 тысяч семей. Это почти половина от общего числа участников по всей Самарской области. Проблема в том, что желающих встать в очередь с каждым годом все больше, а движется она очень медленно. Этот вопрос мы поднимали и с мэром нашего города, и с депутатами. И сейчас вот хотим выйти на областной уровень, чтобы нас услышали, чтобы поняли, что это проблема города Тольятти. Мария Королева, как и все участники инициативной группы, в очереди уже не первый год. За это время в «Молодой семье» появились и дети, и, как у многих, ипотека. Своего сертификата они пока не дождались. В этом году их получат всего 96 многодетных семей. Список будет окончательно сформирован к 1 апреля. При этом параллельно надо решать, что делать с очередью уже на следующий год. Первые шаги решения в этом направлении были намечены на встречи с инициативной группой. Это ежемесячные встречи на уровне заместителя главы администрации. То есть полное взаимодействие очередников и полное взаимодействие властной структуры. Необходимо проработать вопрос о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти. Программа, по которой выдаются денежные сертификаты на покупку жилья молодым семьям, финансируется из трех источников. Это муниципальные, областные и федеральные средства. Уже в 2020 году долю, которую вносит Тольяттинская казна, планируют увеличить. Также будет вестись работа с банковским сообществом. Очередникам, которые уже взяли ипотеку, помогут снизить ее процент. Ситуация сейчас находится на контроле в городской администрации Думе, а также в областном Минсоцдеме. Кирилл Козин, Дмитрий Столяров, Новости губернии.